Конечно, это достаточно неприятный инцидент и с политической, и с человеческой точки зрения молодой человек. И у меня лично вызывает всегда сожаление, когда мы имеем дело с такого рода ситуациями. Но когда это случилось, естественно, как руководитель законодательного собрания, я получил всю необходимую, допустимую информацию от руководства соответствующих силовых структур. Ну и состоялся разговор с самим Сидом, телефонным, через адвоката, что называется. Никаких жалоб, что называется, у него нет. Наша функция заключалась в том, чтобы суду по избранию меры посещения представить необходимую информацию по его характеризующим данным, по его работе, а также по полномочиям, которые он располагал, что и было сделано. Поэтому у нас нет неприкасаемых. В то же время мы заинтересованы в том, чтобы расследование было объективным и оценка, итоговая, правовая была, справедливая. Владимир Сергеевич Сидов был достаточно активным депутатом, является формальным таким сейчас. Как известно, избирался от 11-го одномандатного избирательного округа по Ачинску. Он там победил в борьбе и был выведен в КПР. Но я не хочу из этого делать никаких, что называется, политических оценок. Думаю, что здесь вопрос не партии, которые он представляет, а обычным человеческим личным принципам. Думаю, что, когда он вырезал, не надо выбрать, если он выбирался, Я повторяю, что она не будет вам сгодцом.